Метеоры и метеориты В космическом пространстве находится огромное количество частичек пыли. Как правило, они остаются от разрушенных комет. Иногда они могут врываться в атмосферу нашей планеты, вследствие трения загораются, и наиболее крупные частички могут достигать поверхности планеты, а самые мелкие сгорают, проходя через атмосферу. Происходит это, как правило, на высоте 80-100 километров над поверхностью Земли. Небольшой метеор представляется на небе внезапно возникающим, быстро движущимся и сгорающим, как правило, в атмосфере телом. Наиболее крупные метеоры, их называют болидами, как правило, выглядят ярче всех звезд, и многие из них достигают поверхности нашей планеты. Наука о метеорах включает в себя три поднауки. Физическую метеорологию, которая изучает прохождение метеоритов через слои атмосферы, метеорную астрономию, которая изучает происхождение и эволюцию метеоров, а также метеорную геофизику, изучающую влияние метеоров на атмосферу нашей планеты. Метеоры, как правило, проходя через атмосферу нашей планеты, полностью сгорают, но есть и такие, которые достигают поверхности нашей Земли, хотя их масса будет значительно отличаться от первоначальной, поскольку все-таки большая часть метеорита, как правило, оказывается разрушенной. Таким образом, метеориты — это железные или каменные небесные тела, прибывшие на Землю из межпланетного пространства. Падение наиболее крупных метеоритов, их называют болиды, как правило, сопровождается не только световым, но и звуковым сопровождением. Как правило, освещается небо на несколько сотен километров. Как только болид исчезает с неба, через несколько секунд раздается взрыв и распространяется ударная волна. Как правило, только метеоры, которые имеют скорость более 22 километров в секунду, могут достичь поверхности Земли. Кроме того, они должны отличаться особой прочностью, чтобы атмосфера Земли их не разрушила. Метеор, достигший поверхности Земли, как правило, покрыт коркой плавления, образованной после прохождения через атмосферу. А на его месте образуется лунка углубления. Если же метеор был достаточно крупный, то это углубление называют кратером. Крупные метеоры находят достаточно редко. Наиболее крупным из найденных является метеор весом около 60 тонн. Изучение строения метеоров очень важно для астроному, поскольку оно позволяет изучать процессы, происходящие в космическом пространстве. Бывают такие ночи, когда метеоры на звездном небе вспыхивают сотнями или даже тысячами. Как правило, это происходит в те моменты, когда наша Земля проходит сквозь метеорный поток. Многие метеоры сгорают при прохождении в атмосферу, некоторые достигают поверхности Земли. Такое явление в природе получило название «звездный дождь». И хотя многие метеоры все-таки достигают поверхности Земли, если собрать все метеоры, которые попали в течение года на нашу планету, то их можно было бы увезти на океанском лайнере. Хотя на массу нашей планеты это никак не влияет. От метеорной бомбардировки нашу Землю защищает атмосфера, которая является надежным щитом. Таким образом, лишь ничтожная часть попадает на поверхность Земли. На этом уроке мы с вами узнали, что такое метеоры и метеориты. Познакомились с таким явлением, как звездный дождь. И на этом наш урок завершен. Субтитры создавал DimaTorzok